Библейский портал экзегет.ру представляет Десятая глава послания к евреям, библейский проект экзегет Десятая глава продолжает тему, которая была в девятой В девятой мы говорили о земной и небесной скиниях О том, что земная есть лишь подобие небесной О том, что Христос, как первосвященник, принес себя в жертву единожды Изо всех, тем самым искупив грехи всех людей Ну, а Десятая продолжает это уже применительно к закону То есть был ветхозаветный закон Так вот, он прекратил свое действие в связи с тем, что пришло нечто больше В законе содержалась лишь тень того великого блага, которому должно было прийти Но подлинный его образ в нем не был явлен Закон никак не может сделать совершенными тех, кто постоянно из года в год приносит одни и те же жертвы А иначе служители, единожды очистившись, перестали бы их приносить, поскольку не сознавали бы за собой никаких грехов Но жертвы ежегодно напоминают о грехах Ведь кровь быков и козлов не может окончательно избавить от греха Ну, это краткий пересказ того, что было в девятой, да, когда говорилось, что первосвященник постоянно приносит себя в жертву И не себя, простите, жертвы приносит, а Христос, как великий первосвященник, принес себя в жертву единожды Потому, входя в этот мир, Христос говорит Не пожелал ты ни жертвы, ни приношения, но тело мне уготовал Жертва всесожжения и жертва за грех тебе не угодны И тогда я сказал, вот я прихожу, как написано в книжном свитке обо мне, чтобы совершить, Боже, волю твою Это цитаты из Псалма 39-го греческой версии Но смысл понятен, да, то есть речь идет о приношении жертвы, которая не нуждается в повторении И которая состоит, собственно, в теле самого Христа Итак, сначала он сказал Не пожелал ты ни жертвы, ни приношения, будь то всесожжение или жертва за грех не угодны, а не тебе Это о тех, которые приносятся по закону А затем он добавил Я прихожу, Боже, исполнить волю твою Так он отменяет одно и устанавливает другое И по воле его мы были освящены приношением тела Иисуса Христа, единожды и навсегда Ну, повторение той же самой мысли Вот послание к евреям, оно, восточный ковер, я его называю все время, да Оно повторяет, ну вот в 9 главе это было развернуто в длинное объяснение А здесь просто кратко еще раз итог Ну и про священников, которые существовали тогда, до 70-го года Пока не был разрушен храм, чем они занимались в Иерусалимском храме Всякие священия поставлены на то, чтобы ежедневно совершать служение И часто приносить одни и те же жертвы, которые никак не могут удалить грехи А Христос навсегда принес единую жертву за грехи и воссел, одесную Бога И ныне ждет, пока враги не будут повергнуты под ноги Ему Единой жертве Он осветил всех полностью и навсегда Ну, я просто не буду повторять уже сказанное, это краткое резюме Так нам свидетельствует и Святой Дух, как уже было сказано Вот какой завет завещаю я им после тех дней, говорит Господь Законы мои положу им на сердце и в сознании их запишу О греховах и беззакониях впредь не помяну Цитата из Еремии Ну, в 8 главе уже была эта цитата Но не эта, а чуть-чуть предшествующая Но смысл примерно тот же самый Вот смотрите, еще в Ветхом Завете говорилось о принесении жертвы И о заключении нового какого-то особого завета, который превзойдет прежний Итак, братья, нам открыт дерзновенный доступ в Освятилище благодаря крови Иисуса Он открыл для нас новый и живительный путь за завесу, которой стало его тело То есть, если он прошел сквозь эту скиню, если он принес себя в жертву То открыл тем самым доступ всем людям Есть у нас и великий священник над Домом Божьим Так устремимся к нему с искренним сердцем и в полноте веры Краплением, очищая сердца от дурной совести и омывая тело чистой водой Ну, продолжение этого образа, да Как в скине или храме совершалось это богослужение С краплением и с омовениями Так и люди, следуя за Христом, делают то же самое Но здесь, наверное, имеется в виду и вода крещения И такое символическое омовение, то есть, очищение своей души Будем единогласно и неуклонно держаться нашей надежды Ибо верен тот, кто дал нам обещание Ну, то есть, Бог А друг друга будем рассудительно побеждать к любви и добрым делам Не оставляя наших общих собраний Как это водится у некоторых Лучше будем друг друга ободрять И тем сильнее, чем ближе видите вы наступающий день Ну, понятно, да То есть, на этом пути кто-то теряется Кто-то падает духом И, в общем, принцип в том, чтобы таких людей ободрять Если же мы сознательно грешим после того, как приняли познание истины У нас не остается возможности принести жертву за грех Мы можем лишь в страхе ожидать суда и огня Который яростно пожрет противников Бога А вот здесь вывод, может быть, не очень приятный То есть, если священники приносили жертву в храме каждый день И раз в год за неузданные грехи всего народа и самих себя То, понятно, что бы мы ни натворили Всегда остается, куда обратиться А вот если мы приняли познание истины Но дальше продолжаем жить греховной жизнью То второй раз за нас Христос на крест не пойдет Получается, что вот это какая-то особая степень христианской ответственности Что грешить нельзя не потому, что вот некрасиво И не потому, что там, я не знаю, Бог огорчится А потому, что очищение-то было одно Мы им воспользовались, да И поэтому грешная жизнь должна остаться в прошлом До того момента, как мы приняли Христа Вот очень простой вывод Кто по свидетельству двух или трех человек нарушил закон Моисеев Карается смертью Ну, принцип, да Смертная казнь, когда есть два или три свидетеля За преступление, за которое предусмотрена смертная казнь Как вы считаете? Насколько худшей карой окажется достоин тот, кто попрал сына Божьего Кто ни во что поставил кровь завета, которая его осветила И кичился перед благодатным духом Ну, то есть, что такое грех? Понятно, что каждый человек слаб В чем-то он поступает неправильно Здесь, видимо, имеется в виду не какая-то такая минутная слабость Здесь имеется в виду сознательный отказ Грех, как, собственно, отказ от этой жертвенной крови Как, собственно говоря, выход из этого состояния христианина Если так, то ничего не остается, никакого другого выхода Мы же знаем, кто сказал, отмщение за мной я воздам Так говорит Господь И еще, будет Господь судить народ свой Страшно впасть в руки живого Бога То есть, все гораздо более серьезно Вспомните прежние дни Вы были тогда просвещены и в тяжелой борьбе вытерпели все страдания Порой вас самих оскорбляли и притесняли у всех на виду А порой вы проявляли участие к тем, кто переживал то же самое Вы сострадали мне в заключении И с радостью соглашались с разграблением собственного имущества Знаю, что гораздо более ценное приобретение на небесах у вас не отнять Так не оставляйте же своего мужества Велика будет за него награда Вам требуется терпение, чтобы, исполнив волю Божью, получить обещанное Вот здесь он обращается к людям, которые явно терпят какие-то бедствия, страдания И говорит им, но смотрите, вы уже столько вытерпели Не оставляйте теперь этого И мы понимаем, что под грехом он, видимо, имеет в виду как раз Отказ от, собственно говоря, своего христианского исповедания От христианской жизни А не, еще раз повторюсь, какие-то минутные слабости Которые у каждого человека могут быть Но именно такой радикальный выбор И дальше цитаты, немножко измененные из пророка Аввакума Еще немного, еще чуть-чуть, и придет грядущий, не замедлит Кто праведен у меня, будет жить верой А кто отступит, не благоволит к тому душа моя Но отступничество и погибель не для нас Нам дана вера, чтобы сберечь душу Это уже вывод, который не принадлежит Аввакуму Принадлежит автору послания Ну хорошо, ты столько говоришь о вере Замечательно, не спорим, что вера это прекрасно А что такое вера? Вот об этом 11 глава, следующее Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok